Силовому ведомству железный доктор. В центре экстренной и радиационной медицины МЧС теперь служит медицинский аватар. Это Виолетта. Она сама обходит палаты, ищет нужные койки и даже опрашивает больных. Левую руку положите к себе. Умничка, умничка. А вверх поднимите. Говорит с пациентами, конечно, не машина, а настоящий врач. В этот раз зав. отделением анестезиологии и реанимации Вера Горбань. Но это показательное выступление во время настоящего дежурства. Главная задача аватара – заменить молодым врачам старшего наставника, когда он в командировке, дома или даже в отпуске. Дефицит кадров анестезиологических существует. И не может быть так, что все доктора имеют равный опыт, имеют равное образование. Молодым специалистам это, наверное, даже в большей степени помогает. Потому что они в любой момент могут воспользоваться консультацией старшего товарища. Промедление чревато необратимыми последствиями. Если не принять срочные меры сразу после инсульта или серьезной аварии, пациент навсегда может остаться инвалидом. Медицинский аватар, конечно, не заменит врача, но есть вещи, которые робот делает даже лучше, чем человек. Когда надо диагностировать больного, здесь можно подключить и эндоскоп, и УЗИ, и рентген. У Виолетты есть даже свой собственный стетоскоп, как у любого врача. А еще у нее идеальное зрение. Сейчас мы это увидим. Когда мне в глаза попадет яркий свет, зрачки должны будут заметно сузиться. Врач мое глазное яблоко будет рассматривать уже в высоком разрешении и на большом экране. Можно разглядеть не только зрачок, но даже капилляры. При этом создатели гарантируют, сложная техника никогда не навредит человеку. Робот даже в коридоре никого не толкнет. Устройство представляет из себя совершенную навигационную систему, имеющую внутри построенную карту помещения, по которому она двигается. Лазерный дальномер. Дальность действия до 30 метров, то есть он может фиксировать передвижение людей на большом расстоянии. Систему сонаров, вращающуюся на 360 градусов. В операционной другой «Аватар» благодаря «Ванечке», так его зовут, в прямом эфире можно следить за работой хирургов. А если надо, робот организует селекторный консилиум врачей. Раньше нам приходилось созваниваться с коллегой, просить его оставить, то есть оторваться от своих дел, приехать к нам в клинику, принять участие в консилиуме, и потом точно так же вернуться. В условиях 5-миллионного города, в рабочие дни, в часы, пик не всегда, это происходило очень быстро. Кстати, попасть на прием к «Аватару» могут не только сотрудники МЧС. Роботы будут помогать всем петербуржцам. Мы осуществляем медицинскую помощь по системе УМС жителям города. Мы участвуем в городской программе по лечению острого коронарного синдрома, то есть инфарктов, инсультов, оказываем помощь больным хирургического профиля, травматологическим больным, которые поступают по скорой помощи и планово. Минус у роботов один – цена. Поэтому «Аватары» еще долго будут редкими специалистами в больнице. Зато радует, что на зарядку батарей надо всего полтора часа. И машины могут работать почти круглые сутки. Юрий Борнюк, Сергей Смирнов, Андрей Тарасов, Галина Роменская. Вести, Петербург.